Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Владимир Сапига, и вы смотрите фильм на канале Мушки из подушки. Давайте мы теперь начнем, вернее даже продолжим серию фильмов «Учимся вязать мушки» и будем теперь с вами вязать серию «Свяжем мокрых мушек». Я хочу с вами поделиться, я не претендую на авторство, но эту мокрую мушку я уже изготавливаю очень-очень давно и достаточно она результативная. Прототипом этой мокрой мушки послужила «Патридж» и «Оранж». У меня она просто «Оранжфлай», а там вы уже как для себя захотите, так и называйте, поэтому я стараюсь мушке не давать им название, так как в основном вы сами даете потом им соответствующее название. Значит, что нам понадобится? Нанесли немножечко клея на крючок. Значит, крючок я использую вот такой серии, но крючок я взял номер 20. Старайтесь, вот я вам специально показал номер 18 и номер 16. Вот остановитесь на такой величине крючка, так как я свою мокрую мушку буду изготавливать для определенной рыбалки. Это, ну, для очень мелкой рыбы. Уклейки, густеры, красноперки, те, которые в основном хорошо ловятся в заводе. Значит, и нить я беру, как вы видите, вот вы обратите внимание, что она флюоресирующая. Это я фиолетовый массвич вам показываю цветом. Теперь нанесли немножко клея. И буквально я стараюсь отступить парочку миллиметров от колечка, чтобы не делать потом нагромождение материалов. И стараюсь нить, виточек к виточку уложить на цевье. Закрепили. Теперь мы ее, остатки удаляем, чтобы нам не мешало. И продолжаем дальше делать намоточку до самого загиба. Теперь вот мы с вами прошли участок там, где осталось нам приблизительно немножечко выполнить обмотку. Я сразу закреплю, у меня остаются вот кусочки такого люрекса, который я вам неоднократно показывал. Я буду слегка украшать наше тело. Стараемся закрепить так, чтобы это было ровно и не было горбылей. И дальше продолжаем также виточек к виточку проводить обмотку. Выберем для себя вот ту величину, которая нам необходима для тела. Я обычно, ну вот слегка еще захожу за загиб, чтобы у меня моя личиночка имела как бы вот такой небольшой загиб. Оставили. И теперь уже мы должны с вами сформировать. Также проходить виток к виточку. Движемся обратно в сторону колечка. Нить у меня не ровница, нить у меня крученая, фирмы Хэнс. Поэтому, если у вас имеется ровница, используйте ровницу. Просто у меня вот оранжевого оттенка другой нитки нет. Поэтому я использую вот ту нить, которая у меня имеется. Прошли до места там, где мы с вами сформировали. И как вы видите, нам не надо делать ни бугорков, ничего. Дальше продолжаем выполнять намотку там, где мы закрепили с вами нить. Обязательно стараемся не заходить сильно за точку, где мы с вами закрепили нить. Опять возвращаем обратно нашу нить. И продолжаем дальше формировать вот так наше тело. Если вдруг будут какие-то у вас небольшие неровности, это не страшно. Потому что мы с вами буквально пройдем еще пару-тройку раз. И они у нас хорошо выровняются. Вот как вы видите, мы с вами уже создали определенное веретенообразное тело. Дошли вот до, если показать вам так, где у нас начинается жало крючка. И мы аккуратненько теперь переводим нить обратно. Возвращаемся к колечку. Вот мы с вами должны по этому участку пройти пару-тройку раз. Создав вот такие небольшие переходы, которые потом можно нанести лак. Можно не наносить лак. Это как вам будет удобно. Но я обычно ее использую в таком варианте, для того, чтобы она была походная. И не было никаких сложностей в ее изготовлении для вас. Опять заходим за колечко. За то место, до колечка, где мы крепили нить. И опять возвращаемся. Для чего? Это мы с вами, если бы остановлюсь. Если бы мы с вами изготавливали, допустим, обмотку тела. И строго остановились вот в этом месте. У нас осталась бы вот такая ступенька, типа скалы, обрывистой. И было бы значительно потом нам неудобно устранять этот переход и крепить в дальнейшем другие материалы. Теперь движемся опять в сторону загиба. Как вы видите, дошли, поделили приблизительно до этого участка, где половина нашего осталось уже тела. И я начинаю теперь опять двигаться к колечку. Создаем небольшую вот такую личинкообразную форму нашего тела. Веретенообразную. Учитывая, что это не ровница нитка. Поэтому мне значительно тяжелее выполнить вот эту работу. И опять мы оставляем здесь нить. Ничего пока не предпринимаем. Берем, учитывая то, что у меня немножечко коротковатый мой люрекс, я взял, закрепил передержатель. Теперь я беру буквально для того, чтобы у меня не скользил мой люрекс. Нанесу капельку лака или клея. Любой материал, какой у вас имеется для изготовления ваших мушек. Стараемся сильно много не наносить, так как лучше потом добавить, когда это все впитается. Вот мы изготовили такое тело, достаточно симпатичное. Теперь я беру аккуратненько. Стараемся не порвать наш люрекс и не нарушить нашу нимфочку симметрию. Убираем мусор, который прицепился. Как всегда, выполняем один полный оборот у загиба. И аккуратненько выберем для себя шаг, с которым мы будем двигаться. Выполним обмотку по телу до почти самого колечка. Выполнили обмотку по всему телу. Теперь нам с вами необходимо буквально совсем немножечко-немножко, если у вас имеется, как я уже неоднократно применял в своих работах, клей ультрафиолетовый для вейдерсов, или же другой клей, или же смола, которая используется для изготовления наших нимф. Пожалуйста, используйте. Но мы с вами изготавливаем вариант, который мы должны изготовить в домашних условиях. Нанесли буквально совсем-совсем немножечко, так, чтобы подровнять и подхватить вот тот материал, который мы с вами закрепили. И теперь дадим возможность нашему лаку подсохнуть, и дальше будем крепить соответствующие материалы. Нам с вами понадобится... Я обычно выполняю по американскому варианту, как делают патридж энд оранж. Я буду использовать кусочек пера павлина, для того, чтобы была обозначена моя грудка. Вот в таком варианте европейском можно спокойно брать вот перышко, которое я подготовил от курочки Сибрайта. Как вы видите, я использую все флуоресцентные материалы. Если их нет, можно изготавливать, взять куропатку, и пусть будет у вас куропатка. Давайте подождем, пока это подсохнет, и закрепим, соответственно, все оставшиеся материалы. Теперь одна такая вот особенность. Я не стал дальше уже ее без вас делать. Я закрепил перышко, как вы видите. Очистил ость, и я его не ставил вертикально, так как не всегда целесообразно вот ставить в таких положениях, когда нитка толстая, проматывать надо много. Я только лишь буквально капельку нанес клея, для того, чтобы закрепить перо. И мы можем уже вот спокойно, как вы видите, вот так вот наклонить нашу ость и пригладить ноготочком. И наше перо уже сразу стало в вертикальное положение. И теперь я сзади, вот где мы закрепили ваше перо, за пером, выполню буквально 3-4, вот сколько у меня будет получаться до моего пера. Вот мы с вами закрепили перо. Я оставляю вот в таком положении, как оно находится сверху. И буквально стараюсь, не утаскивая свое перо, выполнить у колечка пару оборотов. Больше нам не нужно. Если, остановлюсь специально, если у вас, вот как мы изготавливали, устраняли недостатки по изготовлению мокрых мушек, вот в этом месте, вы не угадали немножко с нашей опушкой, можно спокойно брать и здесь промотать 2, 3, 4, сколько вам необходимо будет оборотов пером павлина. Этим мы с вами как раз подровняем то место, где, ну ошиблись мы, скрыли, выполним пропорционально тогда эту обмотку. Вот и все. У нас все находится в пропорциях. Теперь самый основной момент. Значит, выполним один оборот. И для начала давайте мы возьмем, увлажним вот так бородки, все уведем в одну сторону. Слегка их поддерживаем, чтобы наше перышко не прокручивалось. Поддерживаем пальцем и будем выполнять для начала один оборот. Вот мы выполнили один оборот. Остановились. И с вами будем теперь смотреть величину наших бородок. Вот все зависит от того, где и как вы будете ловить. Если необходимо, чтобы наша мушка была более плавучей и в потоке подымалась вверх, мы можем добавить еще буквально вот парочку оборотов. Если мы будем работать с вами по медленной воде, скажу сразу, что вот того количества, которое мы с вами намотали для наших медленно текущих равнинных рек, будет вполне достаточно. Я беру, как всегда, сделал один оборот, закрепил. Увожу теперь все бородочки назад. И я уже неоднократно вам показывал, как с помощью трубки или же, допустим, можно бумажки закрепить красиво все вот эти вот, выполнить головку. Давайте мы с вами закончим и потом посмотрим. Вот и все. Мы с вами закончили первую мушку, мокрую, которая, я бы сказал, относится к семейству тоже 5 минуток. Как вы видите, ее величина достаточно мелкая. Крючок номер 20. В 18-м, пожалуйста, 16-м изготавливайте. Сможете на более мелком крючке, тоже будет предпочтительно. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.